Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским в центре обсуждения развития малых городов, экономики и образования, поддержки участников СВО и их семей. Глава региона рассказал о создании межвузовского культурно-образовательного пространства на базе Большой Ивановской мануфактуры. В прошлом году регион выгл грант на реализацию данного проекта. В ходе встречи Станислав Воскресенский отметил, что, несмотря на положительную динамику по многим показателям, остается еще ряд нерешенных проблем. «Я Ивановскую область люблю. Люди у нас замечательные. Я верю в потенциал региона и верю в людей. Поэтому, если вы поддержите, поддержат жители Ивановской области, я хотел бы принять участие в выборах губернатора Ивановской области и в случае доверия принести пользу региону и людям», — отметил глава региона. В Ивановской области отметили День Победы. Утром 9 мая к воинским захоронениям и местам боевой славы по всему региону возложили цветы. В Иванове, по традиции, прошел торжественный митинг и шествие войска Ивановского гарнизона. Мероприятия состоялись и в других городах и районах области. Почетными гостями праздника стали ветераны. Участников Великой Отечественной войны поздравил Станислав Воскресенский. Позвонил, чтобы лично поблагодарить за вклад в победу. Накануне 9 мая глава региона навестил семью колдаковых — ветеранов войны из областного центра. Подарочные наборы и поздравления от губернатора получили все 106 участников войны, проживающие в Ивановской области. В областном центре открылась выставка, посвященная трудовому подвигу ивановцев. Военно-исторический проект «Сплоченность русского духа» открылся на Ивановском железнодорожном вокзале. Выставка посвящена жителям региона, которые самотвержденно трудились в тылу в годы войны. В экспозиции представлены фотографии из исторических архивов, документы, современные плакаты, а в центре — парашют, сшитый на заводе полет. Это выставка про людей, жителей Ивановской области. Они героически помогали фронту во время Великой Отечественной войны. И сейчас у нас нет равнодушных жителей. Помогают фронту, подставляют плечо практически каждый. Отметил Станислав Воскресенский. Продолжение следует...